Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Алексей Колчин и мы уже сняли ролик про летающую веревочную петлю. И в комментариях к этому ролику Игорь Натанович Горбатый написал, что еще в 1959 году в журнале Юный техник была приложена конструкция баллистической антенны. А устроена она так. У нас имеется два ролика, между которыми пропущена петля. Ну вот у нас тут веревочная петля. И если я сейчас включу питание, то эта петля взлетает вверх. Ну у нас она взлетает всего на 70 сантиметров. Веревка достаточно короткая, потому что двигатели имеют не очень большую мощность. А предполагалось забрасывать настоящую антенну на 10-15 метров. Ну и делайте ее из металлической проволоки или ленты. И вот спрашивается, на какую высоту можно забросить эту антенну. От чего зависит эта высота, как она зависит от скорости вращения колесиков и от параметров веревки, ну или соответственно проволоки. И первое, что нам пришло в голову, как и всякому человеку, изучавшему в школе физику, это то, что петля поднимется на такую же высоту, как и мячик, подброшенный с начальной скоростью v, а именно h равняется v квадрат делить на 2g. Ну и из этой формулы следует, что при любой скорости петля должна подниматься на какую-нибудь, пусть небольшую высоту, а на высоту в нашем опыте 70 сантиметров она поднимется при скорости v равной 4 метрам в секунду. А что же показывает опыт? Давайте снова запустим петлю и теперь я буду уменьшать скорость веревки. И вот нижний конец веревки уже почти лежит на столе, но при этом скорость, с которой веревка выбрасывается равна 7 метрам в секунду. Если бы мы бросили с такой скоростью камень вертикально вверх, он поднялся бы на два с половиной метра, а петля поднялась меньше, чем на 50 сантиметров. И наша наивная теория очень сильно расходится с опытом, и надо разбираться, почему это происходит. И разобраться с этим нам помогла счастливая ошибка. Обычно в баллистической антенне приемную воронку ставят раструбом вверх, а мы в нашей установке поставили ее раструбом вниз. И благодаря такому расположению в воронке петля вначале у нас свисает вниз. Ну, теперь Андрей включает напряжение, петля поднялась наверх, А теперь давайте уменьшим напряжение и, соответственно, скорость выбрасывания веревки. И хотя напряжение уменьшилось совсем незначительно, петля полностью опустилась, она нисколько не поднимается над роликом. Если мы теперь снова увеличим напряжение, петля немедленно поднимется вверх. А это означает, что существует некоторая пороговая скорость, при которой петля полностью поднимается наверх, а ниже этой скорости. Она не может держаться и опускается вниз. Но это полностью противоречит нашей исходной теории. А стало быть, ее нужно полностью менять. И тут нам надо вспомнить об опытах Джеймса Оргела с канала The Action Lab. Он помещал небольшую веревочную петлю в вакуумную камеру, откачивал воздух, и петля не могла держаться на весу, она полностью опускалась вниз. И это означает, что сопротивление воздуха является критически важным параметром в нашей задаче. Ну, о чем мы, впрочем, уже говорили в нашем предыдущем ролике. А теперь учтем в нашей модели силу сопротивления воздуха и найдем критическую скорость, разделяющую два режима движения веревочной петли, когда она находится полностью сверху или полностью снизу. Ну и, естественно, считать, что ровно при критической скорости веревочная петля может не двигаться вниз, не двигаться вверх, а как бы зависнуть в таком положении. Но это значит, что сумма сил, действующей на петлю, должна быть равна нулю. Ну, какие это силы? Во-первых, это сила, действующая со стороны роликов, которая вообще поддерживает движение петли. Во-вторых, конечно же, это сила тяжести. И я ее разобью на две половинки. Сила тяжести, действующая на правую половину веревки, и сила тяжести, действующая на левую половину. Ну, при этом я, конечно, пренебрегаю силой тяжести, действующей на вот эти два изгиба, верхний и нижний. Они составляют небольшую долю от всей длины веревки. Ну, и теперь кажется, что все уже уравновешено. Но давайте посмотрим на левую половину веревки отдельно. На нее действует сейчас только сила тяжести. Ну, и под действием этой силы она будет падать вниз. И вот тут-то нам и нужно учесть силу сопротивления воздуха, которая в точности должна уравновесить вес этой половины веревки. И эта сила, конечно, направлена против скорости. Ну, и точно так же нужно учесть силу сопротивления, действующую на левую половину. И теперь у нас здесь тоже устанавливается равновесие. Сила f равна сумме зеленой и голубой сил. Но поскольку голубая равна зеленой, можно сказать, что сила f равна силе тяжести, действующей на всю веревку. А можно сказать, что она равна полной силе сопротивления воздуха, действующей на всю веревку. Нам будет и так, и так удобно. Ну, а теперь давайте учтем, что сила сопротивления воздуха пропорциональна квадрату скорости. Ну, и тогда получается из условия равновесия для правой половины веревки, что ее вес равен этой силе сопротивления. Ну, откуда мы немедленно нашли бы критическую скорость v, если бы знали вот этот коэффициент k. И получается, что петля может подняться вверх только за счет сил сопротивления воздуха. И сначала это очень непросто укладывается в голове. Но, тем не менее, это именно так. Ну, и я еще хочу заметить, что нисходящая часть петли все время падает вниз с критической скоростью. Так что все время сила сопротивления воздуха, действующая на эту нисходящую часть петли, равна ее весу. Ну, и поэтому получается, что если у нас скорость подачи веревки со стороны роликов больше, чем критическая скорость, то по нисходящей ветве веревка не успевает вся падать вниз, и петля постепенно поднимается вверх. Ну, и наоборот, если скорость подачи веревки от роликов меньше критической скорости, то по нисходящей части веревка успевает быстрее падать вниз, чем подается. Ну, и, соответственно, петля опускается на один из роликов. А теперь пришло время перейти к нашему традиционному заключительному вопросу. Сейчас петля подается, веревка подается со скоростью чуть меньше критической, ну, и, соответственно, она висит на ролике. Но, посмотрите, я взял жесткую пластинку и подставлю ее снизу. И петля прыгает и отскакивает от пластинки, как будто это упругий шарик. Почему же это происходит? Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментариях к нашему ролику на ютубе.